Раньше стилисты всегда оставались в тени у известных дизайнеров, но сегодня они тоже купаются в лучах модной славы. Пожалуй, самый известный стилист сегодня это Анна Деларуса, креативный директор японского ВОК и отчаянная модница. Но у нее есть один конкурент. Зовут ее Джованна Баталья, и она ее бывшая ассистентка, тоже итальянка. Недавно мы встретились с Джованной в Париже, чтобы расспросить о ее секретах успеха. Джованна Баталья – главный редактор приложения к итальянскому ВОК о ювелирных украшениях – ВОК Джоэлла. Сегодня в резюме Джованны сотни съемок для итальянского, китайского и немецкого ВОК. Свою карьеру в модном бизнесе Джованна начала в 17 в качестве модели. На протяжении 6 лет она работала штатной моделью дома Дольче и Габана. Мои родители слышать не хотели о том, чтобы я была моделью. Я всегда была белой вороной в нашей семье. У Доминика и Стефана я начала работать, когда училась в арт-школе. У меня никогда не было полноценной модельной карьеры. Я слишком большой снов для этого. Я не могла жить в квартире с другими девушками, уставала долго ждать на кастингах. Так что только работа штатной моделью дома меня и устраивала. Что вы чувствуете сегодня, когда сидите в первом ряду показов Дольче и Габана? Помните видео, о котором они сопровождали коллекцию прошлого сезона? Все эти портные работали в ателье, когда мне было 16. Я не могла сдержать слез, когда увидела их снова. А как вы начинали? В авангардном журнале Пик. Главный редактор там был младше меня. Ему вообще был 21 год. Наш офис находился в подвале, а все наши деньги мы тратили на фотосессии.